Александр Дёмин, находясь в отношениях с Елизаветой Субботиной, взял у неё деньги в долг. Но после расставания Саша не хочет их возвращать. Безответственное и лживое поведение бывшего парня злит Лизу, и она агитирует участников выгнать Сашу с проекта. Я не хочу видеть его в коллективе, я считаю, что он должен покинуть проект. Всё. Саймон тоже считает Александра нечестным человеком. Понимаю, что ты патологический врун, понимаю. У тебя такая была система, чтобы выживать. Тут сказал, там сказал, тут не договорились. Так надо с этим бороться, Саня. Сэм убеждён, что Саша украл у него идею развития социальной сети. И из-за этого второй день между парнями происходят конфликты. Александра Черно запуталась в своих чувствах. Вчера она была готова лететь с Богданом Салангиным в Казань. Но сегодняшнюю ночь провела в компании Димы Мещерякова и его друга. Чё привелась с Димой в компании его друзей. Первой брачной ночи тебя, Черно! Было что-то? Сволон, не колись. Колись. Чё больно, что ли? Какой же мужчина нужен Саше, Ольга Орлова выяснит на лобном месте. Саша Черно не может определиться, кто ей нужен. Дима хулиган, Богдан, который уехал, или Влад схимок. Что с Сашей творится, о господи, узнаем с нашей Оленькой Орловой. Хорошо, когда есть выбор, а? Но всё-таки надо его сделать. Мы готовы оплатить билет как в Химке, так и в Казань. В Казань я точно не полечу. Всё-таки хороша ложка к обеду. Что значит точно? Ещё вчера точно лечу, а сегодня уже точно не лечу. Ну да. Ветреная ты женщина. Ну, там, как бы мы сегодня разговаривали. Так. Вот, я сказала, что... С Богданом? Да. Так. Я говорю, что в принципе, в принципе, мы с Иринкой готовы прилететь, чтобы тебя забрать сюда. Вот. Вчера он сначала думал-думал, вот, а сегодня проснулся и сказал о том, что всё-таки пока ещё рановато. Вот, если вы позволите, через какое-то время, ну, неизвестно, то есть он пришёл бы ещё раз. Всё-таки ему нужно сначала долетить свои ноги. Ну, когда он ушёл, ты очень сильно плакала. Ну, Оль, на самом деле, нет, это ничего абсолютно не значит. Мы уже обсуждали, даже когда он здесь был. То есть мы же не говорим, не знаю, о том, что безумно нравится человек. То есть, ну, этого нет. То есть просто я немножко подпривыкла, и всё. Ну, ты из-за всех так рыдаешь? Не из-за всех. Ну, вот это вот немножко подпривыкло, это мы пытаемся сгладить масштаб бедствия. Масштаб бедствия? Да нет, Оль, на самом деле, ну, нет чего-то большего там, чем даже просто симпатии какой-то. Мы немножко не о том говорим. Итак, Богдан, для нас потерянная история, правильно? Закрываем тему. Да. Но поездки в Химке-то никто не отменял. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сань, вот смотри, как это выглядит для зрителя. Санчес ушёл, Богдан ушёл. И как только Дима разругался с Таней, ты тут же его в охапку и в Химке. Ну, так что в итоге-то, Димка? Круг замкнулся опять? Э-э-э, нет. Дима меня возил на смотрины как раз-таки. Да что ты, Сань. Ну, мне кажется, это всё повод. Ну, какие смотрины? Нет, действительно, мы с Сашей поехали, но знакомил-то я её со своим другом, с другим парнем. И какой-то амурной истории не было между нами с Сашей в эту ночь. Ну, это официальная версия для Тани, ладно. Танюху звали тоже, Элинку звали, Танюху звали. Ну, не звали вообще. Тебя не звали, Ирина? Звали, звали. Нет, никто не звал. Как вы и Таню звали? Меня звали. Элинку звали, просто не ответила она. Мы уже в разгаре вечеринки, решили, что Элина нам нужна. Ой, Таня, мне кажется, если бы тебя звали, ты бы поехала. Нет, меня звали, меня уговаривали, я не поехала. Да? Конечно. А что не поехала? Потому что мы расстались с Димой, зачем мне ехать? Саш, в итоге, давай соберёмся и решим. Решим что? Что делать будем с ухажёрами? У меня нет ухажёров, я хочу побыть одна. Я закрываю всё-таки всю эту историю с этими неимоверными поисками. Вот, как бы, и решила, что всё-таки надо отойти немножко в сторону и переключить свой вектор внимания на что-нибудь другое. С чего бы вдруг-то, Саш, тебе одной будет скучно? Ну вот, найдём какое-то веселье в другом, в чём-то полезном. Коллектив, что думаете по этому поводу, Тигран? Саша, я вот не пойму, когда ты говоришь, всё, я завершаю с пацанами, перерубаю эту пуповину мужскую, больше мне никого не приводить, и я одна. Всё хорошо, Сань. Ты живой человек, ещё раз говорю, ты умеешь любить, ты умеешь отпускать симпатию, которая была до этого. Ты можешь погружаться в другие отношения, в другие какие-то чувства. Ты настоящая. За это и любят здесь, на проекте, и вообще в жизни. Ну, ты так говоришь, как будто, я не знаю, ты ведёшь здесь какую-то половую связь каждый день или ещё что-то. Ты прилично общаешься, ну, захотела поцеловаться, захотела там кайфанул, захотела в Казань поехала, в Химки поехала, не знаю, ещё куда-то. Это нормально. Живи и радуйся жизни. Если у тебя не получилось с Димой, с Богдана тебя уехал, там, Санчес или ещё кто-то, это не важно. Это жизнь, это называется жизнь, и ты в этой жизни живёшь. Лёш Безус. Мне кажется, у Саши это проблема выбора, потому что мы прямо с ней разговаривали по душам, она говорит, что у неё есть три страха. Первый страх быть использованной материально, второй страх быть использованной в интимном плане, и третий страх быть одинокой, остаться в одиночестве. И так или иначе, выбор в жизни, он всё равно будет складываться к тому, что какой-то страх надо преодолеть, да. Если хочется там новых отношений, то придётся какое-то время побыть одной. Если хочется попробовать отношения с тем, кто нравится, то придётся пойти навстречу страху, что может быть использованный. И какую-то дорогу всё равно придётся, Саша, выбрать, потому что время идёт, а выбора так и нету. А нет выбора, нету и счастья. Поэтому надо будет пойти навстречу одному к какому-нибудь страху. Элин, вот ты как подружка, скажи, надо лететь в Казань или нет? Ну, слететь в Гешталь закрыто, конечно же, надо. А оттуда сразу куда-нибудь в сторону в Ростово, да, к Йоське. Я бы так сделала всё-таки, потому что, мне кажется, Саша, конечно, когда начинает общаться с одним, со вторым, с третьим... И закончить в Химках. На обратном пути. Так сказать, по золотому пойти. На обратном пути, да, возвращаясь на поляну через Химки. Вот. Но на самом деле, Саша, когда общается с разными мужчинами, мне кажется, она начинает путаться вообще в своих симпатиях. Уже понимает, кому действительно есть чувства, кому их нету. И уже какие-то мысли лезут вообще непонятно какие куда-то в Казань, с Богдана возвращать. Хотя понятно, что он тебе наверняка-то особо так и не нужен, Саша, да? Ну да. Ну, нужно, наверное, правильно прийти в себя уже, включить голову. Я это каждый раз, мне кажется, каждый раз на клубном говорю об одном и том же. И понять, что ты хочешь, Сашка. Туда-сюда тебя мотает, а толку от этого никакого. И ты сама от этого страдаешь, и тебя твое состояние же мучает. У нас сегодня на лобном месте присутствует семейный кризисный психолог Надежда Каминская. Вот, смотрите, вкратце мы вам обрисовали картину. Что нам с девочкой делать? Вот я услышала здесь что-то, что Александра говорила про то, что она хочет побыть одна. Она хочет разобраться. Я правильно понимаю, Александра? И мне кажется, что вот когда человек, я вот уже тоже тут слышала какое-то здравое зерно, что если ты хочешь построить отношения, в которых тебе будет безопасно и комфортно, то для этого сначала придется побыть одной. Потому что когда ты побудешь одна, ты задашь себе вопросы, ты задашь, что со мной происходит, что я чувствую, куда мои отношения идут. Когда ты все эти вопросы себе задашь, тогда тебе будет легче делать какой-то выбор. И делать выбор абсолютно правильно и разумно. Но дело в том, что у нас Саша одна, может быть, полдня. Через полдня она задает себе вопрос, какого фига я одна? И начинает искать себе на попу приключения. А приключения они не заставляют себя долго ждать. Они тут вон рукой подают. Ну тогда у меня возникает вопрос и хочется задать, чего так боится Саша? Ну чего, одиночество или чего? Отвержение? Чего? Нет, я уже озвучила то, что, конечно же, у меня, как и у любого человека, тем более, который имеет хотя бы какую-то более-менее медийную жизнь, есть три страха самых главных. И, конечно, я вроде как делаю иногда бывает шаг, но еще 10 делаю назад. Ну и тогда, когда ты делаешь шаг вперед, а 10 назад, нет ли такого ощущения, что ты намеренно сама как-то эти отношения пытаешься от себя отдалить? Конечно. Ну потому что страшно быть потерянной, страшно быть отвергнутой. Ну, про отвержение, наверное, нет. Но потерянной 100% да, потому что я боюсь, что меня используют. Поэтому я так вроде как, так влюбляться нельзя, все, до свидания, я побежала. Отношения? Не-не-не, пока-пока. Сань, ну давай вот разберем, как тебя можно использовать? В интимном плане ради денег или ради хайпа. Подожди, в интимном плане у тебя же не было прецедентов, когда тебя кто-то использовал и бросил? Просто из-за того, что... Я просто не хотела бы, наверное, здесь какие-то вещи озвучить. То есть было? Были. Так, значит, в интимном плане деньги. Ну деньги, слушай, уже ты научен горьким опытом, ты можешь не давать деньги, когда понимаешь, что нужны деньги. Или ты так не можешь? Не знаю. Так, хорошо. У нас на лобном месте еще один эксперт. Евгения, она модель. Евгения, нет ли у вас такого страха, что вас тоже могут использовать? Вы же модель. Вообще, чувство одиночества – это неприятное чувство, скажем так, для любого человека. Для Саши или, я думаю, здесь все пришли сюда не просто так. Наверное, все пришли сюда отчасти от одиночества, чтобы найти свою любовь, вторую половину и так далее. Лично я могу сказать, что у меня сейчас есть партнер, да, все. Я была раньше в браке, у меня есть дочка. Я развелась, счастлива, что развелась, и получила огромный опыт. И когда вот говорят там, замуж хочу, замуж хочу, да, ну мы, наверное, все, любая девушка хочет замуж. И я, наверное, в голове, ну я говорю, не, я не хочу, я там была, да, я знаю. И были периоды в моей жизни, когда я была одна. Ну как одна? У меня всегда были друзья, я достаточно такой хороший, верный друг. Поэтому окружать себя хорошими, верными людьми – это правильно. Тогда ты не будешь чувствовать себя одиноким. Тань, а вот у тебя нет никаких вопросов к Саше? Нет, я просто могу сказать, почему она боится влюбляться, возможно. Я предположу, потому что она может выбирать себе таких 22-летних мальчиков, а серьезных мужчин нет. И она поэтому боится влюбляться. Ну ладно, Саш, итог. Какой итог? Я решила пока побыть одна. До завтра. До сегодня. Сань, ну, не знаю, не распыляйся, может быть, полегчает. Идем дальше. Демин. Не устаю тебе поражаться, Саша. Вокруг тебя хороводы женщин. Половина из них негодует, бросается трубками, требует вернуть деньги. Одна даже требует убрать тебя с проекта. Я не хочу видеть его в коллективе. Я считаю, что он должен покинуть проект. Все. Это момент принципа, и тут либо, ну, как бы он уходит, и все. Окей, как жить будем дальше, если я не покину завтра проект? Ну, ты покинешь проект. Но сегодня я узнала, что еще и мужчин ты довел до, так сказать, белого коленя. Черт и крыса. Докажи. Докажи. Черт и крыса. Докажи. Черт. Ну, а что ты пытаешься мне вывести себя? Голимый черт. С Саймоном у тебя что происходит? В перемирии у нас мы решили вопрос. А как решили? Переговорили с ним, у нас было недопонимание по поводу курсов. Смотри, вот поправь меня, если я не права. Правильно ли я понимаю, что Саймон, спортсмен, и он открыл там некий марафон для похудения или для чего-то еще. Ну, спортивный марафон. Готовлю. Он делился этой информацией, всем ее рассказывал, все бы здорово, только за пару дней до марафона Саймона вышел марафон у тебя, и ты его, можно сказать, слезал и опередил. У него в этот день вышел прогрев, а я в этот день запустил курс. Это не марафон, это курс, где индивидуальные тренировки. Я правильно понимаю, что придумал первый это Саймон, а выпустил ты? Нет, неправильно. Так, объясни. Смотрите, я еще месяц назад, да я до этого запускал курсы, я потому что фитнес-тренер уже 6 лет. И, собственно, я до этого запускал курсы, и марафоны у меня тоже были, и со своими подписчиками я разговаривал о том, что я готовлю курс, я все сделаю. Вот, и тогда в трансляции я говорил о том, что если хотите курс, я сегодня запущу. То есть я написал текст, запустил курс индивидуальный, после этого через 2 часа захожу в сторис, смотрю, у Саймона тоже идет прогрев. И все, на следующий день у нас с Саймоном конфликт из-за этого. Вот так вот, да. Мне даже сказать нечего. Ну, готовишься, готовишься, команда там работает, ну, то есть все запущено там, да, вкладываешься. Ну, делаю прогрев, а потом вечером смотрю у него пост, вот, пожалуйста, я там делаю там типа курс. Мне это, в принципе, не жалко, просто сама по себе ситуация, как по мне, она определяющая. Человек сам себя определяет, не я его определил, это он так, ну, вот так себя ведет. Но я все-таки склонен верить людям, пусть это будет случайность, пусть это будет так, реально. Саш, видишь, твоя жизнь в коллективе становится все сложнее и сложнее. Вот я бы очень хотела, чтобы у тебя действительно все сложилось, только по-честному. Стараюсь. Ну, вот открываю, опять же, в соцсети, вижу, стоит Саша, там написано номер его карты. И написано, что вы можете скидывать мне сюда подарки на 23 февраля. Да, будем. Я сначала щипалась, я думала, я сплю, потом смотрю, нет, действительно так. Это мы сделали админы, собственно, там очень много народу писало о том, что подарок можно как-нибудь сделать Александру. Что, прям переводят деньги? Переводят. Слушайте, коллектив, может, действительно мы имеем дело не с аферистом, а с бизнесменом? Который вот таким образом решил просто срубить большие деньги? Лиз, может, ты поторопилась, что рассталась-то? Говорю, наживается на всех, любит жить за чужой счет, потому что сам может, не умеет, не может, не хочет работать, не хочет ничего делать. Хочет только жить за счет других, обдурманивая всех, пользоваться фанатами, которые у него есть. Что ты делаешь? Лиз, вот смотри, действительно ему удается ведь. Ну, потому что он аферист, а аферистов четкие схемы и стратегии. Одно дело, понимаешь, был бы пойман на подобном, стал бы смущаться, покраснел бы 30 раз, а он говорит... А у него ни стыда, ни совести, потому что он гордится тем, что он Альфонс и аферист. То есть, тогда прикиньте, насколько он вообще, в нем ничего святого нет, что ему не стремно. Но вместе с ним, смотри, рядом с ним сидит девчонка, вроде адекватная девчонка, но ведь она говорит... Девчонка, которая... Нас не трогайте, мы пара и пошли вы в баню. Да, мы сегодня объявляемся в баню. Да, это замечательно. Просто как тебе, Ангелин, с этим живется, что другие малышки скидывают бабки на карту? Ой, пусть скидывают. Их же никто не принуждает скидывать деньги. Я не заставляю никого. Я с другими еще общается, тоже пусть скидывают. Если Лизка хочет, пусть еще скидет. Ладно, слова... Верни мне десятку сначала. Балабол конченый. Жмот. Это он десятка уже скопилась, перевести обратно Лизе. Я сказал, через два часа, после лапы на скид. Ангелин, а может найдешь какие-то слова для того, чтобы оправдать своего мужчину? Не надо оправдывать. Ну а как я его оправдаю? Это его жизнь. Ему по кайфу так жить. Нет, но теперь это и твоя ведь жизнь. Ну, понятное дело. Об этом тоже будут разговоры. Будем об этом разговаривать. Нет, давайте сейчас поговорим. Я скажу то, что я не приемлю то, что мужчина берет у девушки деньги. Хорошо. Лиза требует, чтобы Саша завтра покинул проект. Да, да, уважаемый коллектив. Она в своем репертуаре, в своем желании категорично настаивает. Есть ли кто-то, кто находится на другой стороне баррикад? На противоположной Лизе? Да, да. Давай, Леш. Вот почему мне хочется как-то с другой стороны смотреть на ситуацию? Потому что действительно, может быть, недопонимание. Мы можем осудить человека, не имея, так сказать, прямых доказательств. И это будет линчевание своего рода. Тебе еще доказательств надо? Нет, Леш, какие доказательства ты сейчас имеешь в виду? Я говорю, что если мы говорим, что Альфонс, надо же доказать, что он... Я уже доказала. Человек выставляет свою карточку и... Это не обманный путь. Это честно, откровенно. И люди так зарабатывают. И я знаю, что многие так делают. Здесь обманного предлога не вижу. С десятью тысячами, ну, тоже оно, видите, как-то вот недоказуемо. Элин. К сожалению, не могу, если еще поначалу я как-то пыталась найти оправдания, Саша, уже не могу их найти. Каждый раз, слушая его, я понимаю, что он говорит абсолютно две разные информации. То он брал, да, брал 10 тысяч, говорит, я ее дам. Потом у нас люди говорят, да я не брал их, какие деньги я должен отдавать. И то есть действительно вообще все перемешалось, все теряется. И даже не знаешь, как за тебя, за Саша, заступиться уже. Поэтому, мне кажется, не стоит даже дать выгоды, а сам уже, наверное, достойный стол уже встать и пойти. Ангелин, пора заступаться за человека своего. Что я скажу? Ситуация касаемо Лизы и Саши. Я вообще никак не хочу к ней относиться. Это их ситуация. Но то, что Лиза всячески цепляет и ходит, собирает голоса против, это меня немножко настораживает. Но она обижена, что так произошло. Лизе я отдам сегодня 10 тысяч. Он обманул, обманул. Ты же при мне говорил, что ты не брал у нее 10 тысяч. Я не брал, но я отдам. Я не брал у нее 10 тысяч. Не брал эти 10 тысяч. И вам комфортно с другом. Я просто хочу, чтобы она от меня отвалила, пожалуйста. Ну, взял бы прямо сейчас и отдал бы тогда. И закрыл бы вопрос. А то все за обещаниями кормишь. Сейчас сложно закончится там. Саша Черно, ты что-то хотела сказать? Мы уже все выяснили, что Саша Альфонс. Но нет другого слова. Мы не можем его никак оправдать, потому что это факт. Саша Альфонс. И я не понимаю, просто сейчас Ангелину, она либо, вот она просто так за него заступается, то есть либо какие-то, не знаю, там, супервысокие чувства проснулись от того, что Саша в очередной раз, очередной, девчонки в уши. Либо просто хочет задержаться на телепроекте Дом-2. Правда, это какая-то очень странная история. Если ты... Сто процентов. Причем нездорово странная история. Да, если ты хочешь задержаться, ну, точно не через Сашу. Он завтра пойдет домой. Я тебя уверяю, иммунитет у меня. И я говорю всем ведущим, я не дам ему иммунитет. Вот что хотите делать? Я не дам ему иммунитет. Если завтра он уйдет, ты уйдешь за ним? Ну, буду делать все, чтобы он не ушел. Ну, а если он уйдет? Я не буду отвечать на этот вопрос. А почему должен уйти Саша? Хорошо. Смотри, Ангелин, тогда как бы надо сделать так, чтобы он завтра не ушел. Но надо как-то разговаривать с коллективом. Потому что Лиза ведет пропаганду и хочет сделать так, чтобы против него проголосовали. Ну, я сегодня Лизе отдам деньги, завтра Насте переведу. И как бы вопрос с деньгами весь закроется. Ты же богатый мужчина, он всем раздаст завтра деньги. Да нет, дело даже не в том, что переведешь, ты не перейдешь. Вопрос не закроется. Даже если ты сейчас Лизе отдашь деньги, даже если ты там какой-то Насте переведешь деньги, этот вопрос закрыт не будет. Почему? Ну, потому что Лиза его не закроет. Она начала, и она сказала, я заканчивать не буду это. Ну, договорись с Лизой, в конце концов. Я пробовала. Во-первых, не пробовала, не надо перевернуть. Мы разговариваем. Ну, видишь, как ты не пробовала Лиза говорить. Давайте сейчас начнем этот диалог. Нет, я даже договариваться сейчас не хочу, не собираюсь. Хорошо, Лиз, давай с тобой поговорим. Но я вообще не вижу смысла этого разговора, потому что это, ну, никак это не решится. Никак это не решится. Хорошее начало разговора. Вот прям вообще. Нет, ну хорошо, давай разговаривать. Вот что должен сделать Саша, чтобы ты от него действительно отстала? Деньги отдать. Во-первых, он реально еще деньги не отдал. Ни мне, ни другим девушкам, другой девушке, которой должен 50 тысяч. Это раз. Я его называю по факту альфонсом, потому что он альфонс. И он еще не сделал ничего, чтобы это как-то поменялось. Ты прям у нас такой ангел, сама честная. Я говорю конкретно за тебя и за твои поступки, действия. И по факту везде я все предоставила, все доказательства я предоставила, какой ты есть. Ангелина, извини. Смотри, ты должна аргументами защищать не только Сашу, как в паре. И вы двоем должны защищаться, говорить аргументы, контр-атаки кидать. Фигран, вот смотри, я, например, знаю контр-аргументы, но они почему-то молчат. Вот вы же сегодня говорили, новая пара, что вы хотите Лизу выселить и заселиться в ее комнату. Я его... Да, было об этом разговор. Да, ну сделайте тогда так, чтобы коллектив... Ну, ты без пары, почему ты там живешь вообще? Вот тоже вопрос интересный. Потому что... Потому что что ты? Потому что ты королева, Лиз? Ты не королева, ты никто здесь. Ты такая же участница, как и все мы. Я такая же участница, я знаю. Мы все на равных правах здесь. Я знаю, что мы на равных правах, и я ни разу не говорила иначе. Ну да, конечно. По правилам проекта что? Пары заселяются, так ведь? Да, когда искренняя пара. По правилам проекта? Я на вас смотрю, я ни у одного, ни у второго не из искренних. Я не знаю, в чем у тебя искренность с твоим котом. И искренность должна быть в отношениях друг к другу. Ну что ж, мы этот разговор сегодня начали, а в ночном эфире, я думаю, что будет самое интересное, потому что будет продолжение этого разговора. Это телепроект «Дом-2. Построй свою любовь». Я вообще, в принципе, не понимаю, как мне, в принципе, вернуть доверие к мужикам. То есть, действительно, это, знаешь, как называют, это в психологии избегающий тип личности. По факту, я говорю, я к нему прекрасно уже отношусь, офигенно вообще. Вот у меня чувств вообще нет, вот прям вот на нуле, даже на минусе, наверное. Но он меня реально разбил. Вот это вот была прям вот последняя такая история. И получается, потом, когда вот с Богданом что-то, знаешь, какая-то вот эта вот интрижка такая мимолетная получилась, почему я оттуда сбежала в тот момент? Потому что я очканула, что будет опять больно, что я опять, короче, всей этой историей проникнусь, и будет повторение. Слушай, возможно, ты просто им не доверяешь, потому что они изначально, как бы, не особо те люди, которые тебе подходят. Ты это прекрасно понимаешь. Да. Знаешь, у Саши какой минус? Вот она напором прям берет. Напором берет. И в оборуде вчера довела, кстати, вот на этой встрече. Слушай, напор нужен. Но не перебарщивается. Да, она перебарщивает настолько, что она путает, где реально какие-то игры. Где жизнь? Просто игры во флирте. Да. Поиграли, и все. И на следующий день бы не продолжали. Ну, Саша просто напором прет, и все. Прилипучка такая немножко. Ну, да, ей немножко надо знать, где дать напор, где немножко сбавить газа, где заднюю, где переднюю. Девочки, давайте честно признаем, у нас коллектив такой. Уйдет она от него, мы бы сказали, а, слилась, слилась с него. А, блин, честно, опять-таки, ты просто сейчас навязываешь свою точку зрения, а я тебе объясняю, что это вообще не так. Ну, то есть, окей, ну, не ушла бы, окей, не ушла бы, мне, честно, вообще все равно, уйдет она за ним или нет. Девочки, я просто увидела, что с вашей стороны есть агрессия на нее. Нет, я с ней вообще спокойно всегда разговаривала, наоборот, говорю просто единственное, вот на лобном, если где-то сказать... Я не разговаривала ты с ней спокойно. Я с ней спокойно разговаривала. Здесь вы неспокойно разговаривала. Здесь вы не такие мотивы у меня, что ты не с ней разговаривала. Я с ней до этого, я с ней спокойно, когда мы с ней вдвоем разговариваем, когда она на меня нападает, не агрессирует, я с ней спокойно, уважительно разговариваю. И у меня к ней вообще никакой не агрессии, ничего нет. Только если она начинает, у нее тоже есть какая-то агрессия в мой адрес, тогда я отвечаю агрессии на агрессию. Сейчас я остаюсь на нейтральной стороне. Я не верю ни коллективу, ни Саше. Я слушаю, прислушиваюсь, но свой вердикт вынесу завтра. Почему ты так серьезно воспринимаешь? Да потому что я человек, у меня тоже есть и чувства, и эмоции. Это нормально. Все будет хорошо. Исправлю свои ошибки прошлого. И нормально все будет. Да, только, знаете, ошибки почему-то меня заставляют отвечать, понимаешь? Я, которая вообще практически ситуации всех не знает, я не знаю, кому верить. Ну не знаю я, кому верить. Уже я себе не верю, что говорить о других. Я разрываюсь от мнения коллектива, от слов Саши. У меня в голове образовывается большая пауза, и я не могу подобрать правильные слова этому всему, этому объяснению. С этой истеричкой я тоже разговаривать не буду. Я вообще к ней не видеть, ее не слышать не хочу. Ну ты же видишь то, что я пытаюсь как-то помириться. Я не понимаю, почему ей должны все верить. Кто она здесь такая? И все топят за нее, все. Все люди ошибаются. Да, у каждого человека есть свои ошибки. Она святая там сидит. Мне стало искренне жалко Ангелину в моменте, потому что, ну, она только пришла. Она не знала, какой он человек на самом деле. Она посмотрела какие-то эфиры прошлой давности, когда еще не вся правда сплыла. Не все маски были сняты. Сейчас она видит, столкнувшись с реальностью, она понимает, что ага, это не та картина героя, который здесь казался всем на экране, а столкнулась с реальностью. Где реальность? В том, что человек постоянно врет. Из-за чего ты плачешь? Если на лобном как-то я вылезаюсь, извини за ранее, если я как-то была грязна. Это я, это просто мое все. Я тоже не поделилась позициями. Выставил он карту, ну и что тут такого? Все видели, как он меня выдел за нос, какая была история. Просто сейчас тебя все пытаются предостеречь от этого, потому что видны и факты, и нарисованы. Они не специально просто говорят о том, чтобы ты понимала. Ну, про карту я ничего не вижу такого, многие выставляют, но я не выставляла. Ну, просто тут дело в том, что это дело Саши, который реальный альфонс. Почему? Потому что он действительно должен другим девушкам. То есть он и мне должен, и другим. То есть тут момент того, что он во всем врет. И это вот даже помимо денег, он патологически лжец во всем. Когда Лиза меня пришла успокаивать, я вовсе не ожидала. И это был толчок тому, что все же, может быть, стоит прислушаться к ее словам. Ура! На Александра Демина уже какой день подряд накидываются с обвинениями, что он альфонс и берет деньги. Непонятно, чем занимается. А может быть, он вовсе не альфонс, а бизнесмен. И сейчас мы, конечно, это же посмотрим, как он ведет свою жизнь. Да, Элеонора, заходите. Александр Александрович, так, что у нас там по спортпитанию, скажите, пожалуйста. Спортпитание? Это что такое, честно? Ну да, ну что, мы будем зарабатывать деньги или нет все-таки? Слушай, ну спортпит, он сейчас не дает денег. Есть сейчас какие-то порошки вот эти, да, поставить с кем-нибудь, задвигаемся. Все, мы на лыжке. Смотрите, хорошо. Тогда смотрите, я вам хочу сказать то, что 365-я девушка все оплатила, перевела. Это моя сладенькая. Так, смотрите, это есть. Я прямо на трубе, 365-я помню, да. Ага, так, все, так, с 90-е тоже отдала, пожалуйста, перевела вам деньги. Смотрите, есть небольшие проблемки с 60-й девушкой. Да, она просрочила, просрочила. Как ее зовут, напомни, пожалуйста. Из Геленджика, Машка. А, Машка, это моя сладенькая, хорошая, она платит каждый месяц. Сколько там? Ну я и прощу, сколько там? Слушай, у нее 7500. 7500? Да, слушай. Это слишком много, давай, возвратов у нас нет никаких. Все, тогда я с ней связываюсь, делаем возврат, Александр Александрович, я вас поняла. Так, еще, вы помните, это Саймона, который, ну этот завистливый, который... Качок из дома 2? Да, помните, да? Который завидуетесь, да? Так, скажите, вы просмотрели его все истории? Слушай, а, Еленоречка, я все истории посмотрел, все изучил. Он запускает какой-то марафон. Да, надо это переплюнуть. Ну, слушай, марафон не курс, поэтому запустим курс. Нас никто не спалит, моя хорошая, моя хорошая, Еленоречка, моя хорошая. Слушай, да, так, хорошо, отлично, у нас все, в принципе, идет нормально. Так, надо всех обзвонить тогда, чтобы курс сделали замечательным, хорошо? Так, да, хорошо. Так, дальше. Алло. Ага, дальше есть, смотрите, такой момент у нас еще. Есть девушка одна, которая, ну, может, там все испортить. Что за девушка? Короче, мы ей должны десятку отдать. Хабаровск опять, что ли, этот? А, короче, да, там Елизавета есть одна девушка, мы Елизавета, помнишь? А, субботина, да. Она, может, конечно, все планы нам нарушит. А она, короче, всех уже обзванивает, тыщет компроманты, короче, там все очень сложно. Давай на завтра перенесем, а? Да, блин, каждый день ее завтраками, кормлю завтраки, ты заканчиваешь, слушай. Кормить обедами, я не знаю, закончились завтраки, что делать-то теперь? Так, ну, возрадим, ну, слушай, мы что дадим все-таки? Ну, блин, над чем нам проблемы вообще? Отдавать деньги кому-то мне? Ты с ума сошла? Я ей так сказал, что я ей отдал 25 тысяч. Так, ну, смотри, сколько мы уже заработали, смотри, смотри. Есть деньги уже, смотри, заработали, в принципе, нормально. Ну, из этого-то десятку мы можем этот выделить ей или нет? Шалка, конечно, очень сильно. Десятку для нее, блин. Так, ты ей 25 отдавал? Я ей говорил, что отдал, не переживай. Вот, понимаешь, ты это ей сказала, а деньги-то она не получила, в общем, проблема. Она хотела еще банки, что ли, получить? С ума сошла, что ли? Так, ну, короче, честно, вот я уже не знаю, что с ней делать, не знаю. Я не знаю даже. Мы не знаем продолжение этой сценки, что ты делаешь? Демин, иди сюда. Иди сюда, пожалуйста, Саша. Иди, пожалуйста, давай. Мы не знаем, как она не отдала деньги. Короче, ты им надоел уже, одевай пиджак. Держите, пиджак. Одевай, 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 одевай. Одевай пиджак. Давай, давай, честно. Садись. Даже сценка, которую мы все наблюдали, показывает явно, кто Саша, Демин на самом деле есть. Лжец, нарцисс, не готовый никому ничего отдавать никогда. Он готов только жить за чужой счет, брать деньги, всех обманывать, наживаться на других людях, но никогда не отдавать долги. Вы настоящая фигура. У нас лобная закончилась. Вы говорили, что после лобного вернете 10 тысяч. Настоящие... Так, простите, подождите, подождите, это наши деньги, это мы заработали. Это реквизиты, простите, пожалуйста. Просто у меня в руках, это мое уже. Это реквизиты. Альфонс, аферист! Просто у меня в руках, это мое. Всё, мы, пожалуйста, смотрите, он деньги хочет даже эти своровать уже. Вот везде воруют. Где-то хочет намудрить. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мошенник! Так, пожалуйста, вы готовы свои денежки отдать? Настоящие деньги мне можно вернуть. А за что? За то, что вы аферист, который мне задает. Я не делаю возвратов. Не стыдая ни совести, ребята. Вот такая мораль всей басни такова. Не стыдая совести у преступника, мошенника, афериста. Скажите, пожалуйста, все-таки какая мораль? Вот вы сказали, что после лобного отдадите, а денег все равно нет. Ну, я сказал же, отдам, значит отдам. Ну, подожди, ты Лизе, скажи, пожалуйста. Или отдай прямо сейчас, переведи, либо ты карманы откуда-то достанешь. Деньги сейчас появятся. Подожди, в чем сложность сейчас? Подожди, хорошо, мы можем это сейчас закончить, когда ты отдашь деньги. В чем сложность? Я просто не понимаю. Я же сказал, сегодня я и переведу. Но два часа уже прошло, и фонда уже закончилась. Надо посмотреть. Так, тебе нужен телефон? Да. Так, ребят, ему нужен телефон, пойдемте к телефону, и сейчас ты отправляешь ей 10 тысяч рублей, верно? Смотрю сейчас, если платеж пришел на карту. Ребята, ребята, пойдемте посмотрим все вместе. Лиза. В моменте сценки у меня телефон был в кармане, но я не хочу, вот у меня внутри вот это вот желание не отдавать ей деньги, которые я у нее не занимал. Ну, я не могу просто по факту отдать не свое. И вот как-то я в моменте сценки решил, думаю, она будет топить Даталова, вот придумывая эти 10 тысяч рублей, и будет топить Даталова, думаю, ну я просто ей подарю их. Так, телефон потеряли. Пойдемте, Леха, я у тебя в комнате походу телефон. Может быть. А, пойдемте к Лехе в комнату тогда. Ялки фас. Тебе? Телефон в кармане. Без меня уже. А, телефон в кармане оказался. Саня! Саня! Сторожно! Не заметил. Ой, что-то телефон как-то в кармане оказался. Что, поступили? Сань, подожди, ты же не здесь занимал, ты занимал в административном здании. Это примета плохая, пойдем туда. Пойдем, пойдем. Не помогайте мошеннику. Нет, еще есть. 28 рублей на карте, ребят, к сожалению, еще не поступили. Пока не поступили. Девчонки, видимо, еще пока никакие не отправили. А с какого перепуга ты сегодня всем предлагал за голосование против Лизы завтра? Я говорю, кормят завтраками, ребят, вы не знаете, что у нас мошенник Альфон Сафирист на поляне, который каждый раз раскидывает эту славу, а по факту, ну ничего. Эльвира Гох. Пройдите к стойке регистрации. Да я пытаюсь, у меня ничего не застегивается. О-о-о! У меня еще лепочка большая, и я блузочка не получилась не застегнуть. О-о-о, прекрасно! Присаживайтесь. Давай. Пять минут у нас есть. Ой. Перед вылетом. Перед вылетом. Сейчас, секундочку. У меня тоже штаны особо не держите, да? Что? Ой. Давайте, наливи его. Все падает, все падает с меня. Вот видите, как приходится, все на ходу, все на ходу. Чаечек вот, пожалуйста, горячий. Успокойтесь немного. Эльвирочка. Да, я сейчас успокоился. У меня тут еще такая штука. То есть я решила, что нужно еще раз пробовать, 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 пока не получится нормально, вот как надо. Поэтому мы попробуем еще разочек. Ну и не один разочек, я думаю, пару разочков попробуем, и все точно у нас получится и свершится так, как надо. Я не занимал у нее. Просто, ну я не занимал я у нее. Ну это просто такой... Не знаю, зачем ты, если ты... Я не хочу там в... Потому что она меня не оставляет в покое, ну ты видишь просто... Ну что за... Я не помню, ты еще испугался или что? Я не испугался, тут девочка просто вообще плачет в свой день. Уже вчера плакала, сегодня плачет в свой день. Я просто хочу, чтобы она оставила в покое, я спокойно строил отношения. Ну хорошо, завтра она скажет, что он еще 10 занял. Ты же сам понимаешь, что если ты чего-то не делал, никогда не надо соглашаться. Я, я честно не знаю. Я не согласился на то, что я это типа занял. Я просто хочу типа ей даже подарок сделать. Ну, Саш, так не бывает. Тут конкретно идет речь, что ты альфонс, что ты занимаешь деньги, что ты не отдаешь деньги, что у тебя большие долги. И еще тебя она предъявляет, что ты десятку и должен. Все понимают, какой Саша Лемин аферист, безжалостный, в нем нет души и человечности. Он абсолютно не жалеет, самый ужас в том, что он абсолютно не жалеет о том, что он делает. И он даже, я не знаю, как можно так мыслить, честно, я не понимаю, как вообще человек способен так реагировать, так воспринимать. Это за норму. Для него норма обманывать людей, норма жить за счет девушек, норма наживаться и во всем вечно врать. Ну ладно, я как будто тебя на медленный танец позову. Ты ты уже хочешь, понятно? Но у меня нет такой костюм, у меня что-то не отстегиваются штаны, вот этого все не получится. Поэтому давай, ну, романтично. Давай, давай, давай. Давай. У меня штаны спадают. У меня юбка. У меня юбка, вообще не нервится. Совсем не держится? Придерживать надо. А у меня руки совсем не держатся. Я чувствую, да. Поэтому придерживаю. Значит, я готова, я готова к волшебству, я надеюсь, все пройдет у нас удачно. Элька готова, она возьмет себя в руки, она не будет ржать больше, как лошадь. Нет. Ну все, хватит. Куча. Какой же я пилот, если я бы не делал такое. Каждая мини-стрессовая ситуация дает буст. Как будто она становится чуть более внимательной. Потом раз, остается на этом уровне. И все, ей кажется, что все норм. Потом опять у нас какие-то выяснения, мы по разным углам, потепление. И опять повышается градус. Как будто чувствую, что больше тактильности. Ей уже хочется самой меня обнимать. Сама подходит, целует. У тебя сейчас в коллективе, да, не совсем хорошее положение. И появилась девушка, которая твоей девушке, девчонке накапывает на уши. Вы должны как бы вдвоем отбиваться, так сказать. Потому что у вас, ну не самые лучшие, да, сейчас, так сказать, отношения в коллективе. С Лизой тоже. Вы там неоднократно врали коллективу. И это все будет к тому... Почему вот она врала? Это уже давай отпустим. Я сейчас, правда, я не хочу там, кто, где ты врал. Где вы оба врали и поступали неправильно. Выставляют меня, мальчик. Кто у кого должен, правда. Я считаю свои деньги. Я не хочу чужие считать. Лиза говорит, ты брал. Ты говоришь, окей, я отдам. Зачем ты на себя это берешь? С самого начала я говорил, что я ничего не брал. Это такой мерзкий человек, с которым в одном пространстве невозможно находиться. Он постоянно обманывает, постоянно врет. И я не понимаю, почему в нашем коллективе должен быть человек, который во всем абсолютно врет, еще и нагребает на деньги, наживается на других и живет за счет женщин, которых он обманывает. Секундочку, я голая! Ну, может быть, это тот самый лучший момент. Ой, вы что-то забыли. Хочешь, что забыл? О, это что, мне? Это вам. А вы что думали, вишенка на торте, это я? Вишенка на торте, это я, но цветы вам. Спасибо. Че, это голая? Да. Какая твоя позиция на данный момент? Никакая. Чего ты хочешь в данный момент? Чего я не хочу? Хочу отдохнуть и привести свои мысли к порядку. Надо что-то делать. Потому что просто отдохнуть уже не получится. Нужно что-то сделать, да, отвоеваться, нужно до конца отбиться, но... Нет, ну скажи, а какие аргументы я могу приводить в эту твою защиту? Я просто даже, я пыталась... Сказать о том, что вот сейчас с Тигранами разговаривал... Меня дурой выставляют тут, как бы я не пыталась. Я сейчас с Тигранами разговаривал, он немножко направил. И сказал о том, что твоя позиция должна быть следующая. Да, у Саши там в прошлом, в прошлом, да, есть свои ошибки. Да. Как бы он человек, у него есть своя жизнь. Он тоже может ошибаться. Вот. Собственно, я все равно с ним, я хочу быть с ним. И я не допущу, чтобы такие же ошибки, которые были у Саши, допустились со мной. У меня есть своя голова на плечах. И это доносить не мне, а всему коллективу. Мне надо сейчас самой... Завтра солнце мое, завтра пятница. Нужно сейчас выложить все остатки своих сил, добить до последнего и дальше уже строить отношения. Либо разговаривая с Виолетой, чтобы она завтра мне уступила место. Чтобы она ушла вместо меня. Раз! На раздачу. Два! Я понять не могу. Ты! Всем нормальные достались. Слушай, ты что? Ты как со мной разговариваешь? Ну и не, я сказала тебе. Я же всем реально нормальные достались. Ну и смешно. А мне почему? По распределению. Я сейчас дверью. Понятно. Чего тебе понятно? Все бы ничего. Но что я не так-то сделала? Что ты сказал? Что тебе на раздаче? Что-то тебе не в раздаче. Что ты сказал? Я не поняла. Мне кажется, нормально живу. Ты не плохое сказал про меня. Как будто бы ты не рад. Ты сказал, что ты рад. Рад очень. Чего ты рад? Дверь открой. Раз! Чего ты рад? Потому что я такая идеальная появилась в своей жизни. Самое лучшее, что бы было вообще. Скажи. Скажи. Выйди, скажи. Ты такая идеальная, что появилась в моей жизни. Самое лучшее, что бы было. Я наступил тебя на ногу.